Пам-пам! Всем привет, с вами Карина! Эээ... Решила составить топ-аниме игр на NES. И если вы считаете, что я что-то упустила, можете написать мне об этом в комментариях. И на пятом месте... Хоката Наукен! Кулак северной звезды был безумно популярен в 80-х. Мрачная постапокалиптическая сага превратилась в битым ап слева направо. В игре есть прокачка ударов и способностей, что нетипично для 1997-го. А графика в этой игре пугает больше, чем встречающиеся по дороге противники. Четвёртое место! Сенсея Аугон Дэнсэцу Кангетсу Хэн. Сенсея имеет значительную смесь героев и злодеев. И в этой игре им тоже понравилось всё смешивать. Ведь по жанрам это плантформер, битым ап, а ещё и пошаговый РПГ. Это случайно не лучшая игра по франшизе Сенсея? Но... думаю, что нет. Но и эту игру просто нельзя проигнорировать. Третье место! Голго 13. Топ-сикрет эпизод. Основанная игра на одноименной манге. Сюжет игры начинается с того, что высоко над Нью-Йорком взрывается самолёт. На борту этого самолёта перевозилась одна из последних разработок опаснейшего биологического оружия Касанриаджи, которое было произведено учёными по заказу ЦРУ. Экшен-адвенчура, сир, скролл-шутер, внезапно 3D-шутер и всё это в одной игре на NES. Графика в игре не очень, нет плавной анимации, но разнообразия и находки разработчиков заскучать вам не дадут. Второе место! Разделили его две игры. Джей Би Хэрод Мирдер Клуб. Адвенчура с элементами визуальной новеллы. Это настоящий детектив, где надо найти доказательства, опросить подозреваемых и установить мотив. Но есть одно но. Игра на японском. Что для адвенчура критично. И именно поэтому второе место она делится ещё одной игрой. Варм Джанит от зе Центр оф зе Яр. Сюжет начинается с таинственного землетрясения. Правительство отправляет к центру земли несколько групп исследователей в специальных машинах, способных передвигаться глубоко под землёй. Это разнообразная игра. Скролл-шутер, экшен-адвенчура, тир с элементами визуальной новеллы. Ну и первое место ни для кого не будет неожиданным. На первом месте, конечно же, Кятен Йенден Тианти. Игра от создателей Ниндзя Гайдена. Коты работают в пиццерии. Внезапно место, где разворачивается действие, оказывается охвачено войной. Город захвачен. Для котов их пекарни это всё. И чтобы в неё вернуться, им придётся сразиться со злодеями. В игре очень классная графика и звук. Эта игра является отличным примером того, как надо делать платформеры. Разнообразные персонажи, интересные уровни и масса удовольствия от игры. Продолжение следует...